Уважаемые родители, начинаем проход на пункт приема экзаменов. Сегодня сдаем, пробуем сдавать русский язык. Ни буха, ни пера. Все как на настоящем ЕГЭ. Участникам необходимо пройти через металлоискатель. С собой можно пронести только паспорт, воду, шоколад и гелевую ручку черного цвета. Проверить свое знание по русскому языку пришли 70 человек, 69 женщин и всего один мужчина. Многие из участников за школьной парты не сидели более 20 лет. Переживать, конечно, переживаю. Я никогда не была на ЕГЭ. Готовиться не готовилась, потому что трудовые будни, некогда этим заниматься. Но память свежа. Хотя 25 лет тому назад закончила школу я. В 90-м году я закончила школу. Мы сдавали по билетам. Здесь ЕГЭ – это новое для меня. Я сидела рядом с дочкой, она у меня к ЕГЭ готовится. Я уже сидела, что-то подсматривала, что-то подслушивала. Конечно, для родителей будущих выпускников школ подготовили облегченную версию ЕГЭ. Эта акция направлена на то, чтобы мамы и папы 11-классников знали, через что предстоят пройти их дети. Родители пройдут через регистрацию, через проход в пункт, пройдут инструктаж, увидят, как в аудиториях идет распечатка контрольно-измерительных материалов, им объяснят, что такое бланк регистрации, как заполнять, что можно делать, что нельзя делать. Сейчас я зайду в аудиторию и буду писать ЕГЭ по русскому языку. Как мне сообщили, что будет 7 заданий и написание сочинения. Ленар, подержите, пожалуйста, микрофон. Я пошла. На написание ЕГЭ 11-классникам дают 3,5 часа или 210 минут. На облегченную версию – всего 1 час. Но этого многим оказалось более чем достаточно. Кстати, результаты можно было узнать в тот же день. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, Новости, Челны ТВ.